Всем привет! Должно быть меня хорошо слышно. Я надела петличку здесь. Смотрите, какой классный цвет. Так, я сейчас быстренько хочу сбегать за чаем или что-то перекусить. Хочется уже, честно говоря. И у меня сейчас будет видеоинтервью по Zoom, ну типа Skype, Zoom с пиздец-статенткой. Теперь время уже 20-24, полдевятого вечера, поэтому немного темно. Я хотела записать видео, пока есть такая возможность, пока я в тишине, пока есть для этого все оборудование здесь у меня. Я сегодня в своем любимом университете взяла аудиторию для того, чтобы... Я сегодня решила сюда прийти для того, чтобы взять аудиторию и хорошенечко поработать, записать интервью, для того, чтобы меня никто не отвлекал. Сегодня у меня было очень классное интервью, от которого я вот хочу сейчас записать как раз-таки какую-то рефлексию, потому что я вот только что его закончила, оно длилось ровно час. С девушкой по имени Алья, которая пиздец-студентка, со своей семьей уехала в США и учится в Мичиган-Стейт-Университете с двумя детьми, причем с маленькими. Маленькими, младшему ребенку было два, второму старшему ребенку было пять. И, знаете, я, послушав ее, чувствую, что у меня немножечко как будто бы спадают мои розовые очки. Честно скажу, да, у меня есть такое ощущение, как будто бы, типа, в Америке так, наверное, классно. Наверное, не знаю, есть такое ощущение, что, типа, там, короче, не знаю почему, получая какие-то знаки, какую-то такую информацию, где все время, последнее время мои розовые очки начинают потихонечку слазить с моего лица. Что касательно Америки. Не знаю почему, то ли это что-то специально такое происходит. Плюс к этому еще в моей жизни сейчас происходят другие кое-какие изменения касательно карьеры, бизнеса и так далее. Но частенько стала слышать в последнее время, что PHD это сложно. Но, опять же, сегодня понравилось, что Алия сегодня на интервью сказала, что американские университеты, они дают возможность, как бы, если ты можешь два года поучиться и просто уйти, получить при этом диплом магистра, не заканчивать PHD. Вот, поэтому, короче, не знаю, честно говоря, столько мыслей, столько ощущений. Вот очень интересная мысль для меня. Зная своего мужа, я знаю, что он карьерист, я знаю, что он такой очень традиционный, можно сказать, в плане того, что восприятие вообще семьи и семейных отношений. То есть он не раз уже говорил, что женщина, выходя замуж, создавая семью, должна понимать, что основная ее позиция, это, как бы это традиционно ни звучало, это создавать уют в семье, это, ну, заботиться о детях. То есть дети и семья — это то, что больше всего ее должно волновать. Так, давайте я свет попробую включить. Время уже поздно, надо бежать. Да, не уверена, что встала. Вот так, наверное, будет теперь лучше. О, совсем другое дело. Так, ну, только бы куда-то это приклеить. О, сейчас, секунду. Продолжу свою мысль. Так вот, мой муж — это человек, который, ну, по сути, я как бы по большому счету, я не знаю, то ли я с ним согласна, то ли просто он уже меня так научил мыслить, то ли это действительно как бы правда, что кто, ну, как бы в семье... Семья — это очень большое достижение человека по большому счету. Хотя очень часто мы, имея семью, обесцениваем то, что когда у нас есть дети, семья, мы обесцениваем, да, мы говорим, типа, ну, нам кажется, что должны быть какие-то другие достижения. Но иметь хорошее отношение в семье, иметь людей, да, близких, и, ну, как бы все, что было классно, что дети не стрессовали, все, в общем, было классно. Это тоже большое достижение. И как бы здесь, наверное, если более традиционно смотреть на этот момент, то кто, как не женщина, будет эти моменты как бы регулировать, да, как бы по большому счету я согласна. Задача женщины — это сохранить семью, делать уют в семье, да, это было так всегда. И задача мужчины как бы зарабатывать деньги, хотя сейчас совсем все по-другому, сейчас мир меняется и так далее, но, не знаю, я тоже не хочу, поступив на PHD, уехав туда, там, по студенческой визе, как бы, твой муж не может официально работать, и он вынужден таксовать или быть курьером на протяжении пяти лет, не иметь возможности строить карьеру в вообще непонятной стране, другой стране. Я тоже не, как бы, для меня, как сказать, получение образования в PHD — это не есть сама цель. Для меня цель поступления на PHD-программу — это чтобы получить новый, интересный, понятное дело, что может быть трудный для начала, но опыт, который мы будем вспоминать, скажем, в старости, мы, дети, да, но ни в коем случае не сделать нашу жизнь адом или, там, чтобы, допустим, были конфликты в семье, непонимание, чтобы, там, муж потом мне к сорока, там, двум годам сказал, что, типа, я пять лет ради твоей учебы здесь непонятно, что делать, да. Я не хочу ни в коем случае этого, поэтому для меня важно, очень важно, чтобы, поэтому, да, я вот сейчас сделала вывод, и это очень классно, это очень классно было рефлексия, потому что я очень часто, я очень много думала о том, что, типа, какую брать лучше визу, не какую брать, а какую делать визу, постараться сделать визу после поступления, типа, F1, как студент, или J1. То есть F1, это студенческая виза, при которой твои, твоя семья получает dependent F2 виза, допустим, муж получает F2 визу, и дети получают тоже, как бы, студенческую dependent визу, но при этом муж не имеет права официально работать, вообще никак, то есть на протяжении пяти лет он должен работать, ну, только неофициально может работать. Поменять статус, я не знаю, насколько это вообще возможно, поменять статус, наверняка там очень большие деньги нужно будет искать, чтобы платить адвокатам для того, чтобы поменять статус, либо, если, я думала, может быть, типа, если он найдет какую-то классную работу, и очень понравится работодателю, они ему поменяют сами статус, там, как-то так, и кажется, это очень наивно, короче, звучит. Вот, J1 виза, это виза, получается, стажировки, получается, и когда студент может получить J1 визу, а муж получит тоже J2, при этом муж сможет официально работать, то есть он сможет искать компанию, где он сможет официально устроиться на работу, открыть какой-то бизнес, может быть, чем-то заниматься, то есть у него будут такие же равноправные права, то есть ты можешь учиться, а он может устроить карьеру, он тебе не скажет завтра, из-за визы я не мог официально работать нигде, и пять лет непонятно, куда ушли. Вот такая вот рефлексия, поэтому, но при визе J1 есть обязательство обязательно вернуться на свою родину через, допустим, на два года. Вот, и в последнее время у меня стала попадаться информация про визы талантов различные, тоже вот интересно изучить этот вопрос, и, в общем, очень много теперь в голове проходит таких процессов, я очень благодарна девочкам, которые дают интервью, которые мне дали, я уже взяла третье интервью, я безумно благодарна за тот опыт, которым со мной делятся, девочки, пока я брала только у девушек интервью, потому что это опыт, это просто бесценный, у меня каждый раз после каждого интервью в голове происходит просто какой-то ду-ду-ду-ду, я такая думаю, так, ага, а здесь, а так, а здесь, вот так, но каждая говорит всегда о том, что снимайте свои розовые очки, это нелегко, это трудно, все говорят, что это трудно, и, не знаю, в последнее время я начала задумываться, типа, зачем мне это, вообще надо ли оно мне, но, блин, не знаю, при этом мне кажется, что если я до сорока лет так и не осуществлю этот свой гештальт, это или это мечта какая-то детская, я не знаю, или что, это вообще не понимаю, мне кажется, типа, нужно это сделать, я не знаю, может, короче, я сейчас, наверное, буду думать о том, чтобы рассматривать, может, какие-то двухкодичные программы, просто чтобы, или даже, может, даже через Булашак, просто на два года поехать в Америку, поучиться, получить образование и получить поддержку Булашака и, как бы, и вернуться сюда, почему нет. Короче, не знаю, жизнь покажет, рефлексий, честно говоря, много, мыслей всяких много, смотрите обязательно все три интервью, которые я взяла у девушек-студенток, PHD-студенток, которые уехали в Америку из Казахстана со своей семьей, кто-то из них учится по Булашак, кто-то не по Булашак, как бы, послушайте, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, потому что ваши комментарии – это очень-очень ценная обратная связь, по которой я могу судить, насколько важной и ценной информация вообще в целом для вас была. Для меня она просто ценна, очень, и мне было бы просто жалко поговорить с человеком, и чтобы это не записалось и нигде не зафиксировалось. Я знаю, что я буду это переслушивать, пересматривать, потому что, поговорив с ней сейчас, у меня одни впечатления остались, потом еще раз слепо говорю, у меня еще что-то поменяется в голове, поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если это вам вообще тема интересна. Вот, и мне очень нравится, что эта комьюнити наша растет, что вы задаете вопросы, что оставляете обратную связь, и это очень ценю вас. Спасибо большое, огромное. Всем пока-пока.